Всем привет! Сегодня поговорим о такой SEO-платформе под названием EOLIT. Разберем, какие проблемы собираются решать и каким именно способом. EOLIT у нас представляет собой платформу, которая создается для разработки новых решений по созданию смарт-контрактов и механизма блокчейн с помощью использования языков программирования, которые доступны в принципе большинству разработчиков. Это такие как, например, C++, ETK и так далее. Или даже с обычными языками, что-то вроде типа английского, которые в итоге будут конвектироваться в нужный для обучения языка с помощью приложения платформы. В принципе решение у них будет стоять в том, что разработчики платформы создали свое собственное приложение быстрой адаптации, которое за короткое время конвектирует какой-либо из языков партнеров приложения в интеллектуальную архитектуру контракта. Их работа была основана на передовых решениях, разработанных в Стэнфордском университете, если не ошибаюсь, и для натурализации основных языков. Также разработчики уверяют, что доступ к их блокчейн будет полностью открыт и просто для любого программиста, который когда-либо использовал ИДИЯ. Или другим словом, как бы среду интегрированных разработок. Давайте же посмотрим, какие задания составит перед собой команда ИОЛИТ. Это прежде всего она хочет увеличить спрос на блокчейн, возможности его использования. Давно уже пора, как по моему мнению. Дальше они будут увеличивать сообщество разработчиков смарт-контрактов, также подключать непрофессионалов к взаимодействию с языками программирования. То бишь, я так понимаю, суть с этой темы в том, с экономической точки зрения, то что профессионалы берут довольно-таки высокую, как бы, просят довольно-таки высокие деньги за данную работу. И также у них будет помощь натренированным программистам воздействовать с их технологией блокчейн. Поскольку на данный момент технология блокчейн, ну, скажем так, за последний год она стала популярной, но до этого программисты не были с ней знакомы, а сейчас им предоставится возможность ознакомиться с данной структурой. Что же будет делать команда проекта для решения данных задач? Это то, что она уберет барьеры языков программирования, а именно разрешит использовать те языки, которые, в принципе, вы уже знаете, и отнимет потребность изучать новые. А также даст возможность использовать профессиональные инструменты, а именно это установить плагин блокчейн в профессиональную DAI и предоставить возможность использовать тот язык программирования, с которым вы работаете. В принципе, давайте посмотрим на токен сейл. У нас уже пресейл был окончен. Всего выпускается 1 миллиард токенов. Хардкап у нас составляет 12,5 миллионов. 650 миллионов токенов, из которых будет доступны к покупкам во время ICO. И софткап проект у нас составил уже 1 миллион, который успешно собран. И на данный момент собрано 2,2 миллиона долларов. Распределение будет следующим образом. 30% будет выделено на продажи за время пресейла, который же, как я сказал, закончился. 35% будет выделено на время публичных продаж. И 35% пойдет на резерв платформы. В принципе, насчет распределения собранных средств. Так это будет то, что 45% уйдет у нас на маркетинг платформы. 31% у нас пойдет на развитие и продвижение платформы. И 14% у нас уйдет на операции на платформе. 5% на бизнес. И 5% у них останется для резерва своего. По дорожной карте, что хотелось бы сказать. В принципе, насчет плана действия по развитию платформы. Это будет таким образом. Сначала была разработана FIRE, такое себе. ПОК и для доступа к бета-тестированной платформе. То есть, для друзей платформы. Потом у нас появилась тестированная часть блокчейн-платформы у них. Дальше запустили публичные продажи. Ожидается уже третья фаза у нас продаж. После чего будет доступна основная сеть блокчейн-платформы. Которую мы уже как бы увидели. Дальше будет исходный уровень перевода английского языка в сеть блокчейн. Это происходит на данном этапе. И интеграция их автоматические решения в ноды. После этого повышение юзабилити. Или использованности функционала английского языка в блокчейн мы ожидаем. И в принципе, на этом дорожная карта у нас на данный момент заканчивается. Мы также на их официальном сайте можем ознакомиться. И перейти по ссылочке LinkedIn. И ознакомиться с их командой. Прочитать их автобиографию. Какой взнос они внесли в данную платформу. Чем они занимались до этой платформы. И вообще их репутацию в сети блокчейн. И так далее. Ну и напоследок хотелось сказать то, что замысел. И в принципе развитие проекта довольно таки сильный. И привлечет довольно много заинтересованных лиц. По моему мнению. Удобства, которые предоставит платформа, неоспоримы. И после запуска путь к разработке смарт-контрактов. И использованию технологий блокчейн. Откроются очень многие людям, которые раньше хотели войти в эту сферу. Но не могли из-за отсутствия определенных знаний. В том числе и языка, с которым будет и бороться данная платформа. Ну а это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok